Детские сады, школы и учреждения дошкольного образования Чувашии уходят на вынужденные каникулы и не будут работать с 30 марта по 3 апреля. Все зависит от обстановки. Но уже сейчас специалисты прорабатывают алгоритмы взаимодействия педагогов, воспитателей, учеников и родителей. Нерабочий формат для большинства людей, но остаются те, кто работает на жизнеобеспечивающих предприятиях. Таким родителям не с кем оставить маленьких детей. Для этого будут организованы дежурные группы в детских садах. Но необходимость в этом должна быть действительно обоснована серьезными обстоятельствами. Дети родителей, которые входят в данный перечень, вправе обратиться с заявлением в дошкольное образовательное учреждение с просьбой предоставить возможность посещения детского сада. И в этой связи мы допускаем формирование дежурных групп. Родители не проявляют на сегодня большую активность и все-таки склоняются в своем большинстве к мнению, что дети остаются дома. Школьникам Чувашии каникулы продлили еще на одну неделю. Учиться они начнут с 6 апреля. Но пока только дистанционно. Школы к такому формату подготовились. Сидеть за компьютером постоянно не придется. Учителя разработали разные варианты заданий. Кроме видеоуроков, школьники будут выполнять упражнения из учебников, решать задачи в рабочих тетрадях и читать литературу по программе. Задания и оценки педагоги также продолжат фиксировать в электронном журнале. Без помощи родителей здесь не обойтись. Когда ребенок находится все 24 часа суток дома, конечно же, родитель просто уже обязан внедриться в процесс обучения. То есть, соответственно, контролировать и то расписание, которое будет у ребенка, и тот формат знаний, который он получает, объем знаний, выполнение заданий и так далее. Я хочу как раз подчеркнуть, что без участным родитель здесь остаться просто не может. Учителя на сегодня настроены чуть лояльнее оценивать те задания, которые будут ребята выполнять в дистанционном формате. Трудности, конечно, будут. Такой масштаб дистанционного обучения разворачивается впервые, но все решаемо. Ситуация, например, дома 2, 3, 4 ребенка, но в то же самое время один гаджет, один ноутбук, один компьютер и так далее. Конечно же, здесь все-таки родители должны взять на себя инициативу и выстроить обучение детей, скажем так, в определенном порядке. Учитель должен снисходительно отнестись к тому формату, в который мы переходим. Для учеников, у которых нет дома компьютера или интернета, учителя распечатают разъяснительный материал и задания. А родители два раза в неделю будут забирать их. Самое главное сейчас не выходить из дома без особой необходимости. Каникулы в данном случае – это не прогулки на улице, а серьезные меры против распространения нового вируса. Уже, наверное, не как исполняющий обязанность министр, как родитель. У меня тоже двое детей, старшая дочь в седьмом классе. И хочу отметить, что, наверное, на сегодня зацикливаться на трудностях, на технологиях дистанционного формата – это вторично. Первично – это все-таки здоровье наших детей. И сегодня, когда родители поднимают вопрос, вот я хочу, чтобы родитель, чтобы ученик, мой сын, допустим, или дочь, именно посещали школу, вот, они забывают о тех моментах безопасности, о которых говорят наши руководители. Это президент страны Владимир Владимирович Путин и наш временно исполняющий обязанности Олег Алексеевич, который также подчеркивал, вот мы буквально с ним вчера встречались, что первое, о чем должны думать мы с вами – это здоровье нашего ребенка. От сознательности каждого из нас сейчас во многом зависит, как скоро закончится пандемия. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.